Привет, привет друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий и сегодня мы возможно станем свидетелями того, как Джен Хэммонд сумела в тайне разработать самый ужасающий вирус в мире и чудесную вакцину к нему. Беспроигрышный, да? Вариант. Вроде бы и люди будут здоровы, и деньги, и карманы у нас будут полны. В общем, что? К людям и свиньям, да? Где-то в Италии. Цель не дать итальянским властям запретить ваши эксперименты и создать агибридный штамм нового вируса SHV1. Все законы экспериментах над животными следует упразднить. Требования тревожность больше 80 и незначительная поддержка животных. В Италии любят животных. А нам нужно сделать так, чтобы они меньше их любили, чтобы мы проводили над ними эксперименты. Я так понимаю. Я сейчас все-таки возьму Рене. Рене. Он как бы исследования у него невысоки, но добыча высока. А пока выйдет Элифас, он же должен выйти. По крайней мере, это так было. Ну что ж, давайте с Рене в Италию. Джен, ты только что перевезла в свою команду в Италию. А ведь в стране бушует чертова эпидемия, из-за которой свинофермы закрываются одна из-за другой. Ты утверждаешь, что хочешь помочь в борьбе с заразой, но на самом деле у тебя есть тайный план, и он далеко не такой человеколюбивый. Ты собираешься тайно вызвать мутацию вируса, чтобы он начал поражать людей. Не так ли, доктор Хэммонд? Да. И не забывай о самом важном. Одновременно заработать и запатентовать соответствующую вакцину. Но сначала понадобится изменить государственные законы об экспериментах над животными. Не все, разделяя твои детские увлечения, поощряют издевательства над братьями нашими меньшими, Джен. Издевательства? Я никогда... Подожди, продолжим. Я не собираюсь тратить силы на споры с куклой. Кукла? Хм... Чудесно, Джен. Потому что тебе понадобится вся твоя дерзость и колодная голова. Это задание будет отличаться от предыдущих. Продумывай каждый шаг и хватайся за каждую возможность. Продумывать каждый шаг, это же тяжело. Омни, события могут быть очень ценным инструментом. События могут быть ценным инструментом. Машины и ее агенты уже готовы. Ну а ты, Джен? Я готова. Начинаем. Четыре страха. Италия. Итак, статусы влияют на весь регион в целом. Могут обладать как положительными эффектами, так и не очень. Статусы. Это вот этот статус, да? Значительная поддержка животных. Значительная поддержка. Они способны очень сильно влиять на выполнение задания, так что следи за ними внимательно. Хорошо. Итак, хорошо. Италия. Ну, Италия. Всего лишь Италия. Мы тут с таким куском Европы справились. А с Италией что? Три города. Требуется незначительная поддержка. Зерно. Стучит, бьется. Ну, я думаю, что, наверное, здесь бы как бы логично, чтобы и туда, и туда было. Ну, что ж, началось. Тревожность сразу 12. Разведка в городе Рим. О, Рим. Древний, вечный. Войны, завоевания, кровопролитие. Страх питали империю, выросшую на этих камнях. Как думаете, госпожа машины в те времена уже существовала, а? Так, ну, мы ставим сразу, конечно, Олеум. Сразу Олеум. Что-то как-то бросилось. Это... Удвоенная скорость развития легенд по теме оккультизм? Да. Интересно. Так, интересно. Джен Хайман посещает Италию. Мы прибыли сюда, чтобы исследовать новую свиную лихорадку, объясняет генеральный директор Фадрофарм. Но для того, чтобы продолжить работу, нам нужны определенные изменения в законодательстве. Итак, что мы будем делать? Что мы будем делать? Страхи развивать. Тревожность повышать у людей. Я не знаю, тело сейчас 10%. 10 и 10. Может быть, с него и начать, чтобы это как бы шло и расползалось быстрее? Не знаю. Картинка одна и та же. Ядовитое удобрение. Ядовитое удобрение. Внимание, повышенный риск масштабного загрязнения. Ну, это все слухи, но люди в них верят. Здесь нужен вот этот вот гея. Гея, гея. Подожди. Паузу держи. Паузу держи. Сразу добывай. Нет. Сразу если... Нет. Подожди. Уровень скорости развития легенд по теме оккультизм. Значит, если мы сюда ставим легенду оккультизм, она... Легенда развивается быстрее. Но про добычу здесь ничего не сказано. Хорошо. Давай пока исследуем. Новое событие Италия. Чрезвычайный консилиум. Правительство Италии собирается объявить решение чрезвычайного медицинского консилиума. В связи со вспышкой геморреги... 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 Гееческой лихорадки на фермах потребление свинины запрещено для дальнейшего уведомления. Ха-ха-ха. Ожидается, что эта мера вызовет тревогу среди всех жителей страны. Конечно, вызовет. Тревогу. Страх инвалидности, страх боли. На это событие повлиять нельзя. Хорошо, 39 дней осталось жить спокойно людям. Собор Святого Петра. Маленький мальчик завороженно смотрит на мумию священника в сеглянном саркофаге. Возможно, он впервые столкнулся со смертью, ведь трупа тревожит даже меня. Попытаться утешить ребенка, попытаться напугать. Но мы же плохие. Мы же плохие. Ну давай попытаемся утешить. Не бойся. Это естественно. Твои родители, твои друзья и даже ты сам закончишь так же, как этот джентльмен, говорю я ему. Мальчик безутешно плачет. Боюсь, госпожа детский психолог из меня никудышний. Италия плюс 10. Страх смерти. Ну да, успокоил. То есть... Просто пытаюсь сразу же разбираться во всем этом. Подожди, поставить. Страх смерти вырос. Сейчас чувство у нас 10%. Повышать будут тревожности, если мы их разовьем, да? Да. Наверное, да. Наверное, да. И так. Мы же можем сюда поставить эту легенду, правильно? Полтергейсты. Это всегда происходит неожиданно. Здесь они за 20 дней развиваются. Это же сейчас влияет... Вот эта вот штука, да? Собор Святого Петра. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, нам нужно добывать, чтобы развивать. Ну, чтобы добывать и чтобы развивать, нужно исследовать, поставить... Гея. Надеюсь, это как-то не влияет. Может, здесь так же с оккультизмом было бы, может быть, лучше связано. Не знаю. Может, надо было бы потестировать это все. Так. Джен, Элифас пришел тебе на помощь. Принять, конечно, Элифаса. 20%. А это 40, да? Наверное, это 60 или сколько? Не знаю. Новое событие. Подожди, она не закончилась. Элифас. 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 Ты идешь, наверное, исследовать город? Как у нас быстро этот олеум заканчивается? Заканчиваться-то быстро. Так, ты добывай, добывай, добывай. Сколько его надо? Два? Ну, давай, добывай. Ух, как полыхает, да? Одна что-то скрывает. Я никогда в жизни не видел ничего подобного, говорит покупатель, ушедший из мясной лавки с пустыми руками. Так, это мы забираем. И... Так. Ядовитые удобрения. Ну, что нам подскажет наша логика? Одержимость, красота, хлорофилл, путь, метеорология, вирус, цифровой, причем сельский. Причем тут сельский, да? Здоровье, экран, металл. Ну, здоровье, да. Здоровье, да. Здоровье, я думаю, что да. Может, еще как-то вот химия, хлорофилл, я не знаю, как он влияет. Ну, как с удовременями связан. Ну, здоровье, наверное, да. Да. Чрезвычайная угроза массового отравления. Распускаем слухи. Люди верят, мы радуемся. Итак, 24. Она сейчас еще подрастет, конечно. Площадь Микеланджело, надо же. Правда красиво? Говорят, побывав в этом городе, Стендаль первым испытал синдром, который затем назвал в его честь. Рассказывает мне местный житель. Мое сердце начинает биться чаще. Голова кружится, по спине стекает холодный пот при мысли о том, какой ужас мы посеем на этих улицах, госпожа. Секунду, отвлекусь. Продолжаем, продолжаем вести свои делишки. Так, ну, площадь Микеланджело, я думаю, что спокойно. Блин, ну, пока... Тогда пока ладно, пока ладно, спокойно. Пока спокойно. Так, пока спокойно, что мы тогда будем делать? Пока спокойно. С полтергейстом у нас связаны глаза. Может быть, мы... Начнем тогда добывать их? Здесь будет... Всего две единицы. А нам нужно две единицы, да? Хотя бы лучше бы тебя на добычу поставить. Надо было ты, исследователь, такой себе. Ладно, пока исследуй. Пока у нас конкуренты не появились. Они, наверное... Скоро. Ну вот, вспомнил, вспомнил. Так, хорошо. Он сразу нацелился, смотри сюда. Быстро, однако, да? Итак, полтергейст, это всегда происходит неожиданно. Мафия, невиданный, невиданный, может, да, проклятие, цвет. Ага. Культ, сладкий, череп, энергия, порох, космический проклятие, наверное. Невидим. Невидимый, это точно. Пока лучше по-точному. Да, бонус. Мебель сама двигается, вещи оживают. У меня есть фото, клянусь, стакан упал сам за собой. Опять-то об этом. Не мараучишь мне голову, иначе я просто заблокирую твой номер. Ну, это люди друг другу рассказывают, верят. Ну и ладно. Вокзал термии. В зале ожидания слепой старик схватил меня за рукав и грубо закричал. Наконец-то приперся. Дубина, веди меня к поезду. На платформе 3 быстрее идет. Он явно меня с кем-то перепутал. Проводить его к нужному, проводить его к другому. Но мы же плохие. Давай... Никто не заметит. Мы чуть не опоздали, дурачина. От тебя вообще никакой пользы, выкрикнул старик, дал мне пощечину и ушел вглубь вагона. А я смотрел и ждал, пока закроются двери самого дальнего международного поезда, который мне удалось найти. Сегодня я неплохо провел время на вокзале, госпожа. Рене получает 20 опыта. Так, да, вот смотри, прям 40 здесь, а вообще за 80 развиваются. Ну, то есть, они быстро будут развиваться. Это, конечно, хорошо, но чем питать это все хорошо. Нам нужно понять, кто это. Поэтому мы сейчас занимемся внедрением, да? 25 дней. А ты, ты знаешь что? Добудь. Добудь. Тем более, 3 ты добываешь, а нам надо будет... Нам... Сколько? Сколько? 3 и надо. Хорошо. Просто, я так понимаю, 110, пока он... Вот как это все происходит, да? Уже третье мое дело, я все разбираюсь. Надо будет посмотреть. 110, он... Это пока его цель, да? Затем он начнет внедрение сюда. Ладно. Пока у нас время есть, пока мы работаем. Надо, не знаю, как... Поддержку у них. Ну смотри-ка, распространяется, распространяется наше влияние-то. Что это такое? Сейчас мы узнаем. Глазик заберем. Самые выдающиеся эксперты... Ежегодная косметологическая конференция происходит. Самые выдающиеся эксперты по здоровью, юности и красоте в этом году встретятся в Италии, чтобы обсудить болезни и проблемы старения. Мы получим вот это. Надо внедриться только. Ну, 150, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, ты здесь? Знаешь что? Давай-ка, наверное, исследованием займись пока что. Пока что исследованием. Хотя, может быть, нужно... Нет, ну ладно, исследованием так исследованием. Итак, кто здесь нам противостоит? Партия сердца природы. Стефана Бриоско. Миллионер и шоумен, 65 лет. Новая политическая партия, провозглашающая себя молодежной, зеленой и аполитичной. Конечно, конечно, конечно. Ее лидер Стефана Бриоско, одна из самых знаменитых и противоречивых фигур национального телевидения, обеспечивает себе победу на предстоящих выборах. Вот в прошлый раз, на прошлом нашем деле, когда Европу, я как бы не докопался до истины. Вот сейчас, если получится, я все-таки попробую, наверное, если получится, взглянуть поглубже, чем там занимается эта партия сердца природы и именно Стефана Бриоско. Просто докопаться до истины, мне это интересно. А может, они действительно молодежные и зеленые и аполитичные? Может быть, и так, кто его знает. Особняк Стефана Бриоско. Слушай, давай пока начнем операцию, вот это бы тоже не хотелось пропустить. Что ты говоришь? Добро пожаловать, солнышко. Что-то ты мне не нравишься. Ты очень вовремя за своей свиной лихорадкой и грядущими выборами. Италия, похоже, натикающую бомбу. Моей новой партии как раз нужен удобный враг. Учитывая слухи о ваших экспериментах, ты станешь подходящим мясом для откорма моего рейтинга. Выше нос. Я сделаю тебя королевой своего телешоу. И, может быть, даже упомяну о тебе в фильме. Проявить любопытство, твердость. Давай твердость. Ваши политические игры меня не касаются. Снимайте свое телешоу и не мешайте нам работать, мистер Бриоско. Ах, милая девочка. Ну что за темперамент. Боюсь, ваши судьбы связаны довольно надолго. Твоё личико будет знаменительно смотреться в моем телешоу. А еще решено. Я посвящу тебе несколько сцен в своем новом документальном фильме. Скоро о горячих фактах заговорят все, что твоя прелесть. Вы получили гею, да? Это хорошо. Ага. Так, сейчас 36. Но это сейчас. Нельзя допускать, чтобы было потом плохо. Сто. Секунду. Так, два. Нам нужно телевизора. Поп-культура. Статуя Давида. Насекомые. О, ничего себе, как хорошо. Туристы словно рон насекомых. Волнами прокатываются по площадям и узким переулкам. Один из них роняет кошелек. К ногам статуи. Рассеянно уходит прочь. Шевеляя усиками, чтобы вскорее расправить крылья. Это хорошо. Конкурент запустит здесь следующий проект через... Ну, вот. Я все-таки пока подожду с этим местом. Потому что это место будет для Олиума, наверное. А вот с этим мы сейчас разберемся. С Полтергейстом. Проклятие. Ну, больше, может, дом, да? Тоже подходит. Энергия тоже подходит, наверное. Давай дом. Да. Вселяя ужас в сердца всей семьи. А вот что третье будет, вообще не пойму. Мой дядя обращался к ученым экстрасенсам. Даже экстрасистов вызывал. Но эти явления у него дома не прекращаются. Они уже в отчаянии. Верьте, люди, мне. Пошло, пошло, пошло. Ползучее распространение, да? Но я еще, как бы, дом не белый. Я не могу еще. Еще здесь спокойно. Так, что ты нам скажешь? Кандидат Хамелеон. Ага. В полдень я вхожу в дом Бриоски. Роскошный особняк не уступающий дворцам иных герцогов. В гостиной висят многочисленные фото улыбающегося Стефана самыми разными людьми. Кардиналами. Продажными политиками. Боссами. Мафией. Если считать оппортунизм и идеологией, то Бриоска, пожалуй, один из самых ярких ее... Плагетов. Кухня, подвал. Пойдем на кухню. На кухне там должно быть... Вот это опасно сейчас уже, да? Домашняя еда. Прокравшись на кухню, я замечаю, что кто-то пробегает у моих ног. Я включаю фонарик и вижу перепуганного поросенка. А также следы недавней разделки мяса. Сосиски, кровь и потроха. Ну и что? Похоже... А, ну вот что. Похоже, запрет на свинину, наложенный в связи с эпидемией в доме Бриоски, не соблюдается. Зеленые наши. Любители животных. Бриоска выращивает и ест молочных поросят. В разгар эпидемии свиной лихорадки, бедные поросятки. И это лидер радикальных экологов. Ну мы можем сыграть на этом, да? Но надо вовремя, наверное, бить этим. Я так думаю. Вот это что такое? А, просто описание. Подожди, я могу продолжить операцию? Продолжить. Вот здесь я вижу, что... Мне нужно это. Ну может это я получу где-нибудь так, случайно. Вот это бывает. Просто не хочется отвлекаться на добычу сейчас ресурса этого и забивать... Другим его. Давай вот это сейчас. Ядовитые удобрения. Продолжим. Ну тогда вот что-то или сельское, или чего-то такое. Ну может быть не... Может нет. А может кто его знает? Ха-ха. Давай хлорофилл. Это все-таки как-то связано с химией. Да. Заключением этого, продукт на 100% безопасен. Говорят, это прогресс. Но воротилы с химической промышленность постоянно нас травят. Их волнуют только деньги. Давай, наверное, вот закончим с этим. Это может быть пригодится нам. Поэтому давай-ка. Здесь 3-3. Блин. Ну, наверное, все-таки здесь у нас... Мы можем поставить, да? А здесь, наверное, все-таки... Давай исследовать. Чтобы просто не... Милая Джен, я слышал, что вы делаете с бредными бедными свинками. А, мы тоже что-то слышали и видели в своих лабораториях. Это очень дурно сказывается на вашей репутации. Экология сейчас в моде, и ты обеспечишь мне тысячу голосов на выборах. Как жаль, чтобы враги, учитывая разницу в возрасте, я мог бы стать твоим любящим папочкой. Ты не доходишь? Вежливо отказаться, возмущенно отказаться. Давай вежливо. Не надо, не надо вот это возмущенно проявлять эмоции лишние. Это только плохо может сказаться. Надо проявлять выдержку. Мистер Брёско, спасибо за комплимент. Он нас не выведет из себя. Но боюсь я вынуждена вам отказать. Погоди, ты ведь так и не сказала нет. Ну что же это значит? Ах, милая Джен, неопределенно сводит меня с ума. Нам надо познакомиться поближе. Признаюсь, милая, твой вид наполняет жизнью мое сердце, усталое сердце. Вы мотивировали, Стефан, и скорость развития конкурента повышается. Вот это да. Вот это да. И нам надо как-то быть. Так. О, так. Давай. Олиум качать. Плюсы получать. Характеристикам легенд по теме власть. Плюс ксилиагента. Олиум. Насоси навс... Навсегда. Ну, по-моему, и плюс ксилиагента это тоже навсегда. Оптимизация машины. Слушай, ну это, наверное, важно. Машинист. Это, наверное, важно. В насосе навсегда. Ну, насколько навсегда? Навсегда-навсегда? Слушай, если навсегда это только на вот этот раз, то тогда мне, наверное, все-таки стоит развивать агентов. Ладно, ну что сделал, то сделал. Так, насос здесь. Ты у нас свободен, да? Ты у нас свободен. Может быть... Просто он сейчас тоже что-то рассматривает. Может быть, мы... Нет, подожди, ты же не свободен. Мы пока... Свободен. Мы пока заняты. А-а-а, тут еще вот что. Это еще не все. Выпустить документ ужасные необратимые последствия старения. Регион получает статус материализм. Удвоение эффекта всех действий сианных системой тела. А с телом мы ничего не можем сделать. Регион, да? Регион, ты смотри. Просто... Нет, это, наверное, не знаю. Выпустить документ чудо-анти-возрастной терапии. Эксперименты на крысах и морских свинках. Людям это понравится. Защита теряет позиции. Выбрать. Ну, хорошо. Хорошо, но подожди. Чуть позже. Нам нужно развить страх. Получается, до 20. Письмо в бутылке. Заметив странный блик на воде, я подошел поближе. Это оказалась старая бутылка из темного стекла, в которой лежало что-то небольшого размера. Как вы думаете, что это было, госпожа? Не знаю. Не знаю, не знаю. А, шпион. Отлично, шпион плюс один. Но мы, конечно, это все элифосу дадим, потому что он шпион. Потому что он шпион. Итак, я так понимаю, что вот этот страх заговора мы поставим сюда. Поставим сюда. И подожди, подожди. Ты шпион идешь шпионить? Начать операцию, да? А ты... Блин. А ты давай сюда, наверное, исследуй город, потому что нам нужен волеум. Убедившись, что внутри все спят, я прокрадываюсь в особнях среди безвкусных произведений искусства в стиле рококо. Я вижу фотографии Стефана как черно-бел этих времен, когда он был комиком на телевидении, так и цветные, где он запечатлен в образе магната Шоумена. Настоящий мистер притворства. Осмотреть подвал. Три телевизора я получил. Замечательно. Вот как раз в подвале я вижу огромный телевизор, просто любовное гнездышко, мне это интересно, на котором крутится порно с выключенным звуком. Четыре матраса, десятки скомканных салфеток. Зачем четыре? Воздух пропит над тяжелым запахом пота и других биологических жидкостей. У меня возникает ощущение, что я попал в какое-то низкопробное кино для взрослых. На полу я вижу визитку с надписью Сарелла Луна. Нам надо проверить это заведение, госпожа. Проверим. Начать операцию. Внедрение, да? Внедрение. Ну что, начнем операцию внедрения? Ну давай. Начнем. Начнем. Начнем, но мы сейчас... Новый уровень. Искусство смерти. Избавиться от конкурентов было нетрудно. Все знали беспорядочной жизни художников, так что ее гибель даже не расследовали всерьез. Это наш агент. Она не хотела быть второй, как было там в прошлый раз, они рассказывали, да? Она хотела быть лучшей. Поэтому устраняла конкурентов. Сладкий запах тлена разжигал мой аппетит, и я совершенствовалась в искусстве смерти. Отравительница. Отравительница. Так, хорошо. Неаполь. Пляж Гайола. Купальщики в тревоге столпились на берегу. Волны вынесли на песок остов затонувшего корабля. Удачный момент для прибытия в Неаполь, госпожа. А это что за место? Историческое место, удвоенная скорость развития легенд по теме тела. Ну блин, все. Я ж откуда знал? Я тело уже использовал. Так, секунду. Нам вот. Выбрать. Ага. Нам нужен прогресс, и плевать на крыс, прокричал местный житель в ответ на вопрос о последних экспериментах в области косметологии. Ну что, немножко мы понизили. Умеренная поддержка. Умеренная. А нам нужна незначительная. Ну, осталось страх насилия. Я думаю, давай здесь поставим, да? Ну, чтобы уже здесь, а что? Почему нет? Почему нет? Ну, может быть, развитие. Может быть, давай добудешь по-быстрому. Некоторые проекты обладают особыми эффектами. После истечения определенного срока они начинают распространяться по карте, применяя свои эффекты к другим регионам. А, то есть здесь вот эффект собачка, я вижу, да? Чтобы избежать неприятностей, нейтрализуй такие проекты, как можно раньше. Ой, господи. Ну, мы же сейчас можем, можем, в принципе. Рекламная кампания горячих фактов. Подготовка к выходу нового документа, документального фильма о проблемах экологии режиссера Стефана Бриоски. Да, мы знаем, какие он фильмы снимает. Лучше то покажите. Бриоска выращивает и ест молодых поросят. Сейчас мы расскажем. Бриоска надеется, что этот фильм принесет ему всемирную славу, аж снимать он умеет. Нам нужно это, вот это. Это здесь добывается. Ну, подождите, ребята. 87, блин, это быстро идет. Ой-ой-ой, да что ж такое? Ой-ой-ой. Любимая планета, эпизод 26. Ведущий Стефана Биоско. Номинальный голос т-та-та-та. Да, жесткое обращение с животными фармацевтической промышленности. Поддержка. Это нельзя допустить. Иначе, что это, мы зря старались, что ли? Так, секунду. Это мы получаем. Это мы, получается, развиваем. Мне пришлось уйти из деревни. Я продолжал парить в темноте вместе с Богом и видеть будущее. В холоде сгоняя, люди начали слушать меня, и от жара моих слов вспыхнуло пламя. Есть. Несет Элифас. Мистик наш. Так, Сестричка Луна. Это один из тех роскошных борделей, где проститутки лицемерно имеются, именуются эскортом, а их эксплуатация свободные рыночные отношения. Я звоню в дверь. Мой путь преграждает. Мадам, катись отсюда, нищеброд. Мне не пройти в эту дверь, госпожа. Но чуть в стороне я вижу приоткрытое окно. У самой земли вентиляционную решетку. Но я лучше, знаешь что, влезу в окно, потому что это я смогу сделать. Папочка Бриокса. Я прокрадываюсь в маленькую комнату, где молодая девушка... Совсем еще девочка. Что-то читает лежа в кровати. Вот папочка, гад. Нет, я с тобой закончу сначала, а потом закончу с животными. Ты грязное животное. Я спрашиваю ее о Стефана Бриоске. Да, конечно, я его знаю. Он любит, когда мы называем его папочкой. К нему в особняк обычно ездят по две-три девочки. Зависит от того, сколько там гостей. Сволочь. Сначала ты будешь моей целью. Вечеринки с проститутками. Сердце только достану где-нибудь. Я прям сейчас займусь этим. Подожди. Прям сейчас займусь. Надо сориентироваться, чем заняться сейчас. Это, наверное, очень важно. Так, здесь мне надо тоже внедриться. Вот это, наверное, важно сейчас внедриться. Дальше. Мне надо, чтобы покончить с ним, мне надо глобус. Добудем здесь. Ну, смотри, он сейчас опять... Он нацелен сюда. Нацелен сюда. Надо быстрее это все делать. Надо быстрее это все делать. Надо быстрее с ним кончать. Надо все-таки копаться в его грязном белье. Как бы это не хотелось сделать, но... Ну что ж. Смотрите, люди, что он ест. Скандальный шумен Бриоско пойман на горячем. Он любит животных и только их мясо. Проект рекламы о компании горячих фактов нейтрализован. Мероприятие, связанное с фильмом «Горячие факты» временно приостановлено. Стефана Бриоско утверждает, что это связано с незначительными логистическими трудностями. Да, как же, как же. Как же, как же. Так. Тридцать пять должно быть у нас. Чтобы защита... О! Нейтрализует события. Одновременно пусть в эфир фильм «Горяет Боттер» и «Радужный алхимик». Нейтрализует события. А этот может быть очень важно. Потому что события это может мы не успеть, а это мы можем успеть. Ладно, пока у нас есть время, есть. Сто двадцать дней. Блин. Лучше бы ему сюда залезть. Добыча эссенции идет, да? Просто здесь шанс такой небольшой. Он есть, но небольшой. А давай пока, поскольку нам нужен вот этот, на всякий случай, может быть, не успеем, да? Давай просто исследованием займись. Эх, Джен, непослушная девчонка. И что мне с тобой делать? Этот документальный фильм должен открыть мне дорогу к Оскару. Или даже к Нобелевской премии. Слышала про моего кумира Элла Гора? Вмешательство нас задерживает, продюсеры нервничают, и я вместе с ними. Но уверяю, у тебя в итоге фильм будет закончен. Оскар, Нобелевка, мистер Брёкс, вам следует быть осторожнее с агаром. Ультрафиолет вреден для мозга. Так, давай-ка первым делом я все-таки не буду сейчас копаться, а все-таки добуду. А потом уже покопаемся. Потому что сейчас он... До события этого осталось... 45 дней. Мне надо быть готовым. Поэтому я сейчас еще один цикл запущу. Ну нет. Нет. Старый моряк признал меня. Держа в руке бутылку, я побывал во всех океанах. И вот что я скажу. Люди все врут. Никакой это не шар, земля плоская. Я видел ее край, и мой корабль даже как-то упал с него. И что там было? Когда упал? Где находится? Давай, что там было? Мы все как будто вывернулись наизнанку. Правши стали левшами, весельчаки угромыми. Мия-я, который был абсолютно трезвенником. Моряк хитро выглянул на меня и расхохотался, указывая на свою бутылку. Так, интересно. Но только интересно. Чувства. Блин, а надо поднять. На всякий случай. С другой стороны... А сколько у нас 56? Я хочу этого гада с ним разобраться. Вот если я хочу с ним разобраться, то мне нужно сердца для него. Может тогда пока поднакопить этих телевизоров попробовать? Так, сердце есть, да? Сердце есть. Поставить. Давай поставим. Ставим вот это. И добудем. Выбрать. Нейтрализует событие. Но это подожди. Пока события никакого нет. Или как это будет работать? Нейтрализует событие. Мне же надо, чтобы о нем все узнали. Бриозка начинает массированную рекламную кампанию фильма «Горячие факты», который должен выйти в прокат через... Вот давай попробуем. Выбрать. Показ последней серии кинопопеи о юной колдуне «Гарри Боттер» заставляет всех зрителей страны забыть о других каналах. Ну... Может это события не реализуется в этой только области? А ну-ка расскажем. Разоблачение. Разоблачение Стефана Бриозки, проституция, злооподействие влияние в подозрении в педофилии. Продюсер нового документального фильма «Бриозки» прекращает финансирование связи с недоверием к режиссеру его партии и его проекту. Хе-хе-хе-хе. Ну что, попался? Так. Утюг подслушивает. Да, конечно, мы можем поговорить о этих документах. Итак, подлодка, конфиденциальный, вены, любовь, вечность, контроль, гигантские одежды, технология врагности, солнце. Что это может связано быть? Ну, конфиденциальный, наверное. Я тут одна, а линия защищенная. Мы говорили о покупках мобильников, рядом не было, и все равно реклама так и посыпалась, да? Но как, блин, нас подслушали. 56. Давай-ка иди и начинай операцию, потому что он уже что-то задумал, а надо быть готовым. Ох, моя ненаглядная Джен, жесткая беспощадная королева свиней. Ты пришла черту, клянусь, в конце концов, ты будешь валяться в грязи вместе с несчастными животными, на которых вы так любите ставить свои чудовищные эксперименты. Какая жалость, я мог бы заняться с тобой чем-нибудь куда более интересным, вместо того, чтобы вытапкивать в грязь твое имя. Вы нервничая, мистер Биоско. Проблемы с рейтингами? Боюсь, что страна начинает вас ненавидеть, папочка. Итак, папочку. Все, я взялся за папочку. Мне не интересуют эти проценты и животные. Но главное успеть. Итак, руины Помпеи. Помпейский сувенирный магазин выглядит завораживающе. Здесь продаются миниатюрные копии гипсовых отливок, обугленных и скорчившихся тел. По утверждению продавца чаще всего покупают обнявшуюся влюбленную пару, у лежащего на полу пса. Все статуэтки украшены одной и той же надписью. Я был в Помпеях и думал о тебе. На пару посмотреть. Че мне пес это? Некоторые люди считают любовь химической реакцией потоком эндорфинов, которые в конце концов иссякают, а вместе с ним иссякают и чувства. Госпожа, мне кажется, что объятия этой пары опровергают столетия научных изысканий. Так-так-так, исследования пока идут. Вот может быть событие нейтрализовало бы сейчас. Ладно, пока он что-то там думает, мы тоже что-нибудь придумаем против него. Просто нужно к этому как бы подготовиться. Что сейчас... 61. Ну, надо развивать эти страхи, поэтому я думаю, что... Добыча, конечно, не мой конек, но... Подстрахуем, будем добывать. Спрятавшись за ящиками, я вижу, как в борделю подъезжает роскошное авто с тонированными стеклами. Из него выходит седой мужчина, джентльмен, 75 лет, в дорогом костюме мадам делает книг сен. Ваш обед подан, сообщает ему улыбающаяся женщина. Ваш обед подан. Ну ты смотри, какая жизнь у них. Очевидно, что через парадный вход мне сюда не войти. Открыть решетку вентиляции. Отлично, я это могу. Собравшись силами, я поднимаю решетку и забираю в шахту, ведущую в медкабинет борделя. Антибиотики, гормональные контрацептивы, кровоостанавливающие средства и огромная корзина на виды окровавленной тампонами. Да, госпожа, за кулисе этого театра продажной любви чем-то похоже на поле жестокой битвы. Новое место операции. 25, да? Блин, здесь как бы ему... Вот ему бы самое место здесь, но поменять сейчас... Не поменяешь же, правильно? Не поменяешь. Куда-то его отправлять на добычу, но тем временем он сейчас... Слушай, давай пока начнем операцию. Давай начнем операцию. Итак, водитель Камикадзе. Его жизнь резина и асфальт. Призрак, педаль газа, подходит, армейский, душа, тормоз, наверное, может... Давай педаль газа. Если водитель Камикадзе, то... Вот, сразу оно. Его жизнь, пешеходный переход, его охотничьи угодья. Свидетелю утверждаю, что виновный водитель ехал без речной полосе и скрылся с места происшествия. Это точно или это слухи? Или это уже не слухи? Влияние ползет. Так, подожди, 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 подожди. А ну-ка ты подожди, действительно подожди. Безымянный офис. Юрист, ведущий дела Бриоски, настолько престижен, что на двери его офиса даже нет таблички с именем. Внутри стоит огромный металлический шкаф с документами. Сам юрист работает в соседней комнате. Отсюда я вижу его затылок. Попытаться оглушить? Попытаюсь оглушить. У меня это получится. Блин, почти там где-то, где-то. Есть. Есть. Это у меня есть. Олюм у меня есть. Цифра сумасшедшая. Я подхожу и вырубаю юриста ударом по затылку. На его столе я вижу очень любопытный документ. Список акций, которыми владеет Стефано Бриоско. Помимо многочисленных медиакомпаний, я вижу там грязные промышленные предприятия, с которыми давно и успешно судятся экологи. Грязные промышленные предприятия? Ах ты, экологисты. Кандидат от новой зеленой партии владеет акциями одной из самых грязных компаний страны. Любопытно, любопытно. В общем, у нас есть на него кое-что. Так, телестудия. Требуется начать операцию. Ну, пять, семь. Начать в телестудии. Так, добыча. Подождите, может нам что-нибудь добыть, что нам может понадобиться в ближайшее время. Здесь давай сердца добывать. Я думаю, что мы готовы. Готовы. О, новое событие. Анонимные использователи соцсетей предполагают, что в скандале вокруг так называемых токсичных удобрений замечен ряд крупных политических фигур. Тема раскручивается. Госпожа Италия плюс пять. Страх заговора. Чтобы принять меры, нужно внедриться. Но это хорошо. Нам нужно пять процентов, чтобы росла тревожность. Почти вся Италия под нами. Но надо затоптать этого гада. Я прокладываюсь в телестудию, где Стефан Брёско снимает свою знаменитую программу «Любимая планета». Настоящие лабиринты из съемочных павильонов, гримерок и подсобок. Госпожа, я уверен, что здесь можно добыть очень ценную информацию. Надо только найти нужное место или нужного человека. Осмотреть здание. Семьдесят восемь процентов. Ну да. Получилось. Хорошо. Прям дыхание у меня замерло. Да. Так. Доверишь институции. Я внимательно прислушиваюсь. И да. Мне удается узнать интересные подробности о повседневной работе из студии. Зарплата в конвертах. Незаконные штрафы. Проблема с профсоюзом. Но любопытнее всего разговоры о том, что симпатичные сотрудницы жалуются на развязанное поведение папочки Брёски. Проблемы в студии Брёски. Хамство. Задержки. Зарплаты. Токсичные… А вот какой был, да? Вот какой, да? Телевидение и всё. 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 Люди примкнули. Зомбированы просто этим. А что скрывается за этими людьми, если копнуться? Ах. Ну мы-то не лучше. Ха. Начать операцию. Подожди. Подожди. Мы его просто добьём вот этими. Даже можно не начинать. Нам можно не начинать. Нужно добывать. Нужно начать добывать. И мы его добьём. Нужно начать добывать. Нам ресурс нужен вот этот. Политика размещена здесь. Поэтому мы с утра идём и добываем политику. Просто с головой в политику. Давай быстрее. Мы готовы уже с тобой. Внедрись. У нас козыри все на руках. Я думаю, что мы просто его сейчас раздавим. Нет. Никакой сейчас нет. Ничего мы не будем развивать. Мне нужно закончить с этим папочкой. Вот идёт. Народ тошнит от политика. Мы создаём партию для народа. Провозглашает Стефана Брёско. Через пару дней вся Италия будет говорить о сердцах природы. Давай, давай, давай. Сейчас мы поговорим с тобой. Сомнительные инвестиции. Новый скандал со Стефаном Брёско. Лидер радикальных эколов и ключевая фигура в индустрии, которая сильнее всего затягивает окружающую среду. Загрязняет. Ну что? Ммм? Но это ещё не всё. Надо добить его. Хамство, задержки зарплаты. Скандал в студии Брёско и волна слуха парализует работу компании на несколько дней. Проект фестиваль сердца продолжит. Приняв во внимание последние новости, Стефана Брёско решает отложить презентацию своей партии, судя по опросам на выборах. Его ждёт провал. Я не знаю, о чём он там думает, но ему пора закругляться. Ммм. Так. Давай что-то с легендами. Давай добывайте это. Выбрать. За защитой теряет позиции. Забрать. Эти хиппи заошники на всех перетравят, заверяет гражданин в ответ на вопрос о токсичных удобрениях. Отлично. Ну почти наполовину мы уже выполнили требования. Приняв во внимание последние новости, ну что ты там размышляешь, что ты думаешь? Мерзкая девчонка, я вынужден признать, что королева-свинья меня победила. Понятия не имею, откуда у тебя такой интерес к этим животным и почему ты явилась в мою страну именно сейчас. Но я знаю, что всё это не к добру, меня не проведёшь, у меня нюх на мошенников. Как говорится, рыбак-рыбак видит издалека, но я не злопамятный. Как-нибудь я приглашу тебя в гости, свой особняк. У меня там оборудован очень запоминающийся стильный подвал, тебе понравится. Чал, моя жестокая, опасная и милая Джен. Конкурент побеждён. Вот гад. Не удалось его, конечно, посадить, но ничего. Чуть позже. Стефана Брёска объявляет о роспуске партии сетца природы. А теперь я работаю над ещё более современным молодёжным политическим проектом, заявляется он. А не пойму, где мой этот самый. Чё-то я не вижу этого. Куда он делся? Агента? Где агента? Где моя агента? Италия плюс пять. Подождите, где мои агента? Мне нужны глазики. Где глазики добываются? Мне нужен уровень поднять их. Конкурента нет, я могу сейчас сделать всё, что угодно. Моё пламя разгорелось. Короли смели друг друга на тронах. К нам приходили чужеземцы, принося за собой своих богов. Однажды ночью я услышал его голос. Бог может быть только один. И тогда зажжённый мной пожар стал судьбой. Ага. А я не пойму, где... Где мой агент делся? Чё-то я не вижу его. Кто его видит? Я чё-то его потерял вообще. Где он есть-то? Давай, художница. Королева на час. Потом пришёл успех. Мои работы продавались за огромные деньги. Моё лицо смотрело с обложек всех журналов. Мир искусства бил меня гением, и я ему поверила. За то, что весь мир запомнил меня, провозглашала я, поднимая бокалы с дорогим шампанским среди незнакомых людей. Успех и слава. Успех и слава. Так, давай внедриться. Ну ты хоть у нас остался, внедряйся. Здесь утюг подслушивает. Что? Технологии, наверное. Флоренция. А я тут уверяю, у меня дома безопасно. Сейчас во всю электронику пихают беспроводные передатчики. У меня даже в стиралке такой есть. Ну, верят и верят, что я могу сделать. А может так оно и есть. А водитель Камикадзе. Ну, тормоз, наверное. Да он без тормозов едет. Удар, наверное. Да. Неаполь. Мешеходы любые любимые добыча. У меня есть приятель в полиции. Он говорит, что все один водитель. Псих какой-то. Ну, мне кажется, уже влияние здесь прям высоко. Я не пойму. Он как будто добывает что-то, правильно? Ну, где он добывает? Где он добывает-то? Нет, подожди. Вот он. Ладно. Непонятно, почему пропал у меня. Итак. Обожаю запах хопиума по утрам. Говорит скользкий брокер, вытирая с лба масляные капли. На рынке буря. Уверен, что мы сможем заключить взаимную сделку. А мне все равно. Что? Всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста. И можно дать полтергейсты, вселяя уши в сердца всей семьи. Ну, что? Проклятие, энергия, череп. Я все-таки думаю, что энергия. Да. Некоторые дома не любят жильцов. А какова их цель? Существуют неведомые тайные силы за пределами нашего восприятия или в пределах реальности? И еще мы получаем скрытность. Да. А ну-ка принять. А ну-ка отдам это тебе. За защиту теряет позиции. Выбрать, конечно. Сотни протестующих под лозунгом «А кто защитит людей?» И срывают акции местных экологов. Главное победить конкурента. И тогда вообще нам никто не мешает. Ничего. Ну-у-у. В принципе, все. Можем наслаждаться. Ну, где мой агент делся? Непонятно. Ушел. Новая чума. Все готово, госпожа Хэймонд. И чудесное лекарство тоже готово. Цель – веселая крестьянка. Все кроме визга получено. Устранив закон, запрещающий эксперименты над животными, Фадрофарм успешно завершила исследование. Это в следующий раз будет задержка, да? Прекрасно сработано, Джен. Ты создал SHV-1, один из самых чудовищных вирусов в истории человечества. Он гарантирует зараженным кровавую и мучительную смерть. Какая жалость, что для людей болезнь не слишком заразна, но об этом миру знать не обязательно. А самое замечательное, что единственная вакцина у тебя. Фадрофарм превращается в золотую жилу. Наверное, твои инвесторы вне себя от счастья. Золотая жила? Инвесторы? Знаешь, меня никогда это не заботило. У меня другое желание. И я уже чувствую, что оно начинает сбываться, так что давай продолжим. Успокойся, Джен. Куда ты так разогналась? Ты ведь знаешь, что тебя здесь ждет. Да, твой идиотский вопрос. Вздыхает. Ну, вперед. Так подумаем. Взгляни-ка, твоя лаборатория в Италии. И ее не так-то просто отличить от пойданной скотобойни. Как тебе удалось сохранить цель исследования в секрете? Деньги обеспечили сотрудничество. Как только мы получили разрешение экспериментировать над больными животными, вопросы отпали. Ясно. Все продается и покупается, правда, Джен? Меняется только количество нулей. Совершенно верно. Это закон, столь же непреложный, как закон всемирного тяготения. А здесь у нас пещера сокровищ. Гигантское хранилище со сканером сетчатки на входе и партии вакцины внутри. Только для твоих глаз. Именно. Но можешь мне поверить, скоро к ней будут прикованы взгляды всей планеты. Маленькая, одинокая, печальная Джен наконец-то искупается в заслуженном внимании. Только будь осторожна, не дая софитом себя ослепить. О, а без сарказма нельзя. Не получав внимания родителей, тоже ученых, вот она решила таким образом себя выразить. Добиться всеобщего внимания. Всемирового, наверное. Как скажет, Джен. Теперь мы знаем все, что нужно, чтобы продолжить. Итак, коррупция и секретность. Интересный ингредиент. Тебе ведь они хорошо знакомы. Какой, по-твоему, лучше подойдет для машины? Варианты исходов событий видны с самого начала. Снижение стоимости легенд вдвое. Секретность. Мне это больше нравится почему-то. Все там цена. Заработаем. А вот видеть будущее, это да. Так, что же было дальше? Несколько месяцев спустя в разных уголках планеты начали отмечать небольшие вспышки нового необычного заболевания. И паника распространилась по миру, подобно лесному пожару. Кто спасет нас от начинающейся эпидемии вселенской чумы? Конечно, Джейн. Итак, сомнительное рекарство. О том, как СШВ-1 паника охватила планету, бросила весь мир к ногам Джейн Хэмонд. Элис, Рене, надеюсь, все доступны и будете со мной. Должна быть объявлена всемирная пандемия. Штаб-квартира ООН. Ничего себе. Так, распространяется та-та-та-та-та-та-та. Новый вирус самый опасный в истории человечества. Должна быть объявлена всемирная пандемия. Вакцинация должна быть обязательно. И регион скептицизма. Это что-то тут вообще запутано. Необходимо защитить патентное право на вакцину. Подождите немного, через пару недель мы представим новую вакцину. Слушай, дела серьезные. Это, наверное, будет трудно, но интересно. Ну что ж, продолжим наблюдать за Джейн Хэмонд. Чем она закончит? А на этом мы закончим. Спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока.